Андрей Сажин сегодня представит нам дополнительные интересные факты о том, чем же было монголо-татарское иго и его истинное место в отношении истории Древней Руси. Больше интересной информации на его канале по ссылке под видео. Могулы – это не монголы, а тартары – не татары. В нашей стране нет и не было старшего брата и младших братьев и сестер. Никто никогда у нас не угнетал соседние племена и не было никакого иго до тех пор, пока его не выдумал Катищев. Если это принять, то не нужно будет ломать голову над тем, что имел в виду историк. Вот один перл из труда В.А. Кучкина. Древнерусские люди уже знали о монголо-татарах, знали об их агрессивности, беспощадности и жестокости и с беспокойством следили за военными успехами чингизидов в Восточной Европе. Хочется спросить автора, как же могло произойти, что чингизиды перелетели через земли древнерусских и начали бузить в Восточной Европе? Мы кормили и поили и вооружали на своей территории орды монголов. Ну не смешно ли? И все выводы строятся на таких вот сообщениях. Тогда бо бяхоу князи русцы воли татарской. Ипатевская летопись. И что же мы тут видим? А ничего. Ну платили налоги. Дальше-то что? Зато сколько раз дикая татарская конница спасала русские земли от захвата просвещенных европейцев. А в Европу татары из жадности двинулись? Своих земель было мало? Нет. Своего добра было хоть отбавляй. Но что нам еще Европа? Аттила ходил на римлян не для того, чтобы пограбить, а чтобы раз и навсегда прекратить атаки римских легионов на наши придунайские территории. И естественно по обычаям введения войны, принятым в то время для поддержания стабильного мира после войны на вражеских территориях, оставлялись наши гарнизоны. Когда на гарнизоны славян производились нападения, мы снова вынужденно ходили в Европу, чтобы защитить там своих. Вот это и называли впоследствии набегами гуннов и варваров. Ну вот что писал, к примеру, венгерский король Папе Римскому. Когда государство Венгрии от вторжения монгол, как от чумы, в большей части было обращено в пустыню, и как овчарня было окружено различными племенами неверных, именно русскими, бродниками с востока, болгарами и другими еретиками с юга. Итак, бродники. Ну и где монголы-то? И кто такие бродники? Ответ заключен в самом слове. Бродники – это и есть варяги. Они же дранги, они же скиты или скифы. Бродники-варяги – это не народ и тем более не нация. Бродники – это сословие, представители которого, как и казаки, являлись профессиональными военными, которые воевали за тех, кто платит жалований. Известно, что при битве на реке Калке, которую принято считать началом монголо-татарского нашествия, войском бродников командовал воевода Пласкинье, который, как бы между прочим, был не просто русским, но еще и христианским нестарианцем. Может, ига была варяжским? Есть непреложная истина – захватчик никогда не вооружает побежденных. Это продиктовано самой логикой, поэтому говорить о каком-то иге просто смешно. Русские всегда с монголами воевали на равных, значит, они не были побежденными и порабощенными. Надеюсь, не будет идти речь на встрече о льготах для участников Куликовской битвы. Там очень интересное наблюдение есть по поводу того, кто с какой стороны воевал. Там и с одной, и с другой стороны были русские полки, и с одной, и с другой стороны была татарская конница, которая русскими использовалась как главные ударные силы. То, что происходило во времена, ну, скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, получал ярлык на княжение, потому что ординцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. Самое главное, потому что если разрушается культура и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать, как этнос, растворяться. Кони. В разных исторических трудах предполагалось, что армия монголов составляет около 500 тысяч всадников, но чем современнее историческая работа, тем меньше становится войска Чингисхана. Проблема в том, что для каждого воина-всадника нужно минимум три лошади, а табон из полутора миллионов лошадей не может передвигаться, так как передние лошади съедят весь подножный корм и задние просто умрут с голоду. И вопрос, откуда такие ресурсы у крохотной Монголии? Считается, что секретом монгольской конницы была особая порода монгольских лошадей, выносливая и неприхотливая, способная самостоятельно добывать корм даже зимой. Но это у себя в степи они могли разбить нас копытом и поживиться травкой, когда пасутся. А что они смогут добыть русской зимой, когда все заметено метровым слоем снега? Да еще нужно везти наездника. По еде. Все то, что относится к коням, относится и к людям. Мало того, что чтобы мобилизовать армию, нужно банально иметь для этого людские ресурсы, которых в Монголии сейчас-то нет, не то, что в средние века. Так ее ведь еще необходимо обучить. Ну как вы себе представляете средневековый рекрутинг? Офицеры из военкомата носились по пустыне от стойбища к стойбищу и забривали везде новобранцев. А чем их кормить и во время самой призывной кампании, и во время обучения, а потом в походе? Откуда столько запасов провианта для молодых здоровых парней, которые ежедневно испытывают колоссальные физические нагрузки? Это же должна существовать целая индустрия, которая только тем и занималась, что и выращивала, перерабатывала, сохраняла и поставляла провиант для 500 тысяч солдат. Поверьте, что мало одного желания создать армию. Для этого необходимо существование не только опытных инструкторов, наставников по боевой подготовке, но и армии-интендантов, обеспечивающих процесс боевой подготовки и снабжения армии во время боевых действий. Теперь попробуйте представить вторжение в Московскую область Орт-Нанайцев или Чукчей. Получилось? Вот и мне смешно. А что этот вариант отличается принципиально от предложенного нам историками? Ничем. Но над историками никто не потешается. А как же? У них же ученые степени, звания, диссертации, ну и прочие научные труды. Ну как же это часто бывает, король-то на самом деле голый. Не хватает только того мальчика, который откроет всем глаза. Это я еще не остановился подробно на транспорте, точнее логистике, потому что снабжение войск всем необходимым это целый комплекс из коммуникаций, транспортных средств, складов, артелей, грузчиков и заготовителей. И все они тоже, как и солдаты, должны вместе с семьями что-то кушать. И тут мы неизбежно приходим к выводу о том, что каждого из 500 тысяч солдат должны обслуживать не менее трех человек гражданских. Значит, полтора миллиона гражданских, работающих на нужды армии, тоже должен был кто-то содержать. Кто? Инопланетяне? Вспомните хотя бы историю Адольфа Гитлера. Вся Европа изо всех сил работала на его армию и что в итоге? Шик! Думаете, монголы были волшебниками? Да нет, конечно. Поэтому я утверждаю, что никакого монгольского ига не могло существовать в принципе. И для осознания этого не нужно быть семи пядей во лбу. Достаточно только знать законы логики и использовать их в повседневной жизни. Эскулапы Не стоит забывать и о медиках. Ни одна армия мира без них ничего из себя не представляет. Если бойцы выбывают из строй от каждого ранения или вывиха, то такая армия не может считаться априори боеспособной. Значит, требовался штат лекарей. Замечу, обученных лекарей, специализация которых – военная медицина, которая очень сильно отличается от гражданской. Обученный солдат во все времена стоил очень дорого, и ни один из полководцев никогда не мог позволить себе быть настолько расточительным, чтобы разбрасываться налево и направо жизнями ветеранов. Ни один дурак не станет воевать, если будет знать, что его жизнь и здоровье ничего не стоят. Мотивированный солдат станет драться только в том случае, если сам будет заинтересован в том, чтобы победить. И военными трофеями в армию никого не заманишь. Они ничто по сравнению с возможностью карьерного роста. А какой карьерный рост может быть у насильно забритого овцевода? Да никакого. Значит, наши историки, которые на минуточку сами в армии никогда не служили, скажем так, говорят неправду. Мир и христианство. Еще Гумилев отмечал, что монголо-татары прекратили зверства, творимые князьями в междоусобных войнах, и очень удивлялся тому факту, что именно в тот период, который относят ко времени монгольского ига, происходил бурный рост строительства церквей. Даже ему, гению, было невдомек. Если бы это было порабощением, то должно было способствовать усилению вражды между князьями. А безумные татары почему-то напротив установили мир, запретили воевать, запретили княжить без своего позволения и тем самым поспособствовали объединению русских земель и прекращению смуты. А поминки и праздники господа со своими рабами отмечают? Нет. Тогда почему среди приглашенных на похороны великого хана в Каракурум был князь Ярослав Всеволодович? Захватчикам оно надо? Надо, конечно, если они не захватчики, а родители о своей родной стране. И какой может быть всплеск строительства, скажите на милость. Строительство бурно развивается в условиях стабильного роста благосостояния граждан. Во время Великой Отечественной войны сколько было построено школ, детсадов, стадионов? Вот то-то и оно. Во время войны средств на социальное строительное не имеется. И в данном случае мы видим излюбленную тактику игру в перевертыши. Логика подсказывает, что массовое строительство культовых сооружений свидетельствует о росте экономики, что невозможно в условиях рабства. Но нам предлагают идти стадом вслед за историками, которые, вопреки логике, утверждают обратное. Управление. Сегодня нам уже кажется, будто бы и средства связи существовали всегда. Но это не так. Впервые управление войсками посредством телеграфа было осуществлено генштабом Российской империи во время Крымской войны. А ранее управление войсками осуществлялось при помощи сигнальных башен, знамен и сообщений, посылаемых с гонцами. Теперь представьте себе, каким образом можно было руководить ордами в Европе и из Монголии. Гонцы везли бы директивы Великого Хана на поля сражений минимум три месяца. Как можно управлять войсками в таких условиях? Ведь что такое управление? Три кита, на которых зиждется любое управление, это правильное определение целей и задач, распределение обязанностей между подчиненными и неусыпный контроль за ходом их исполнения. Безнадежные и быстрые связи – это невозможно. Кроме того, ни одна война не может мчаться без надежных разведданных. Даже карту монголов никогда не существовало. Послать войска в Москву в таких условиях означало только одно – быстро избавиться от всех своих солдат, офицеров, коней, припасов и дорогостоящего вооружения. Это как в русской сказке – «Пойди туда, не знай куда, принеси то, не знаю что». Это полный абсурд. География. Почему монголы отправились покорять запад, а не восток? Прямо под боком у монголов существовала развитая китайская цивилизация. Она была куда как привлекательнее для захватчика, потому что на соседней территории, которую без бинокля видно и которая относительно невелика, сконцентрировались колоссальные ценности. Зачем нормальному человеку путешествовать на край света ради кож и мехов, когда прямо под носом находятся тонны серебра, золота, драгоценных металлов и прочих желанных трофеев? Любой нормальный завоеватель возьмет то, что лежит поближе и легче взять. Поэтому если бы у монголов существовала армия, то она вторглась бы непримерно в Китай и никуда более. Но китайским школьникам никто не рассказывает о монголо-татарском Иге, потому что его не существовало. А раз Китай не покорился монголам, то и Россия с Европой никак не могли почувствовать на себе каких-либо попыток агрессии из Монголии. Ну и о сроках. Сколько может длиться одна война? При наличии достаточного запаса ресурсов 3, 5, ну 7 лет. Но не 300 же. Никакая война не может длиться более смены одного-двух поколений. А сколько поколений монголов сменилось за 300 лет? Как минимум 15. Да уже третье поколение ничего не помнило бы о том, кто они есть и откуда пришли. За 300 лет монголы в России давным-давно сами бы все обрусели. Либо наоборот, мы все превратились бы в монголов. Так, между прочим, произошло и с болгарами и греками. Внешне их теперь невозможно отличить от турок, под управлением которых они действительно находились очень долго. Следы Великой Империи. Если захватчики пришли из маленькой пустынной страны и поработили огромные территории, встает вопрос об обладании технологиями и ресурсами. Предположим, что после захвата новых территорий монголы стали использовать трофейные ресурсы, оборудование и раб силу. Но пусть хотя бы кто-нибудь покажет хоть что-то, отдаленно напоминающее следы средневекового производства в Монголии. Нет там ничего, кроме степей, баранов и берблюдов. И не было. Откуда взялось вооружение и снаряжение для полумиллионной орды? Где рудники, плавильные печи? А нет ничего. Следов Монгольской империи не осталось нигде. И это после нескольких веков существования? Дело в том, что кочевой образ жизни, который по сей день является основным для монголов, не подразумевает развитие навыков строительства крепостей. И ни одной монгольской крепости до сих пор археологами обнаружить не удалось. Развитие же кожевенного ремесла и металлургии, без которых нельзя оснастить боеспособную армию, невозможно при введении кочевого образа жизни. А что такое хотя бы одна печь для выплавки железа или меди? Это целый конгломерат из добытчиков руды и топлива, средств их доставки и так далее. Это целая армия квалифицированных рабочих, которых еще нужно одевать, обувать, поить и кормить. А для этого нужна еще армия обслуживающего персонала, все с семьями. А где останки хотя бы одного монгольского города? Нет, ни одного. Но это не все. Всякий захват территорий всегда сопровождается с изменением генетики порабощенных жителей. Мы не свешивались с другими расами. Соседи монголов, киргизы и узбеки, унаследовали часть монголоидных признаков. Но это результат не экспансии. А закономерный процесс ассимиляции. Нет сведений и о документах, написанных на монгольском языке. Почему-то все то, что сохранилось в архивах от эпохи Ига, написано на русском языке. Даже ярлыки на княжение. И ответы историков на поставленные вопросы не нужны. Их объяснения, как всегда, корявы и неубедительны. Логика должна быть во всем. Если ее нет, значит нас пытаются вести заблуждение. Когда-то, лет десять назад, на праздновании дня рождения моего друга, я обмолвился за столом о лживости версии существования татаро-монгольского Ига. Тогда соседка, образованная женщина, начальник городского узла связи, повертела пальцем у виска и потом грустно и сочувствованно улыбалась, глядя мне в лицо при каждой встрече. Но прошло несколько лет, и она вдруг спросила меня, слушай, а откуда ты в те времена мог это все узнать? Ну, о том, что Ига не было. Я рассмеялся и искренне порадовался тому, что Елена Алексеевна смогла переступить через себя, прислушаться к голосу разума и начать мыслить, а не просто верить, как нам всем предлагают. Из всех этих версий и доводов можно было бы сделать такие выводы. Реальными хозяевами Сибири и Европы на тот момент были цивилизации моголов и тартар. Именно поэтому они давали разрешение на княжение не только Московии, но и европейским княжествам, а также государствам Азии, включая Индию и Китай. То есть европейские страны, включая Московию, под натиском римской экспансии периодически выходили за границы своих полномочий, поэтому Орда каждый раз приходила наводить установленный ими порядок, так сказать, принуждать к миру. Получается, не было никакого нашествия монголо-татарского ига. Его власть всегда была изначальной и строилась на базе русской культуры, как и все остальные территориальные образования вплоть до Восточной Европы. Если мы допускаем такую версию, то все загадки с монголо-татарским, а на деле монголо-тартарским ига разрешаются сами собой. На самом деле у него не было начала, но зато был его закат. Вероятно, его конец наступил по историческим меркам мгновенно. Судя по тому, что территория Дальнего Востока в одночасье погрузилась в морские пучины, могул-татарская империя прекратила свое существование. Также нам известно, что остатки моголов переселились на территорию Индии, и там уже с течением времени появились формации новой цивилизации, и свидетельства, которые мы в изобилии видим на территории Индии и близлежащих регионах. А европейские территории естественным образом оказались подчинены Римской империи, включая Московию. А затем уже в XIX веке Московия отделилась от Римской империи, преобразовавшись в Россию и присоединив к себе погибшие в последнем катаклизме территории Сибири вплоть до Дальнего Востока. Ну а далее уже начинается всем известная нам история.